друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями если они конечно же есть и не забывайте ставить лайки и мое традиционное напоминание то что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канал маркет с торговыми идеями в нем мы размещаем и постим на ежедневной основе аналитический контент по совершенно разным финансовым активам от рынка форекс и до а фондовой секции поэтому чем бы вы не интересовались точно найдете что-то для вас интересное и снова обращаю ваше внимание на то что ваш фидбэк друзья приветствуется можете а в комментариях писать опять же в этом telegram канале предложения мы с большим удовольствием их рассмотрим и для том числе вашего удобства можно даже реализуем если это будет скажем массовый запрос также если нужно рассмотреть какой-то актив дополнительно пишите об этом с большим удовольствием сделаем ну что ж друзья как ранее мы с вами отмечать если первые две торговые сессии этой недели были довольно спокойными на содержание экономического календаря и из фундаментальных событий можно было выделить только лишь очередной раунд переговоров по событиям в восточной европе то сегодня ситуация уже отменяется сегодня сразу несколько релизов которые точно смогут спровоцировать волатильность на финансовых рынках и повлиять на движение тех активов за которыми мы следим день откроет сегодняшнее выступление председателя европейского центрального банка кристин лагат в 11.00 если ориентироваться на московское время после этого эстафета перейдет уже к тем кто следит за непосредственно долларом потому что 15 15 выйдет отчет и дипи по состоянию американского рынка труда я по уже устоявшейся традиции характеризую и называют отчета своего рода репетиции перед выходом официальных данных non-farm pearls которые собственно будут опубликованы в пятницу также в 15 30 сегодня еще ждет нас релиз по годовым данным по ввп и в 17 30 данные по запасам нефти в сша можно отметить что этот запас а вряд ли сможет этот отчет вряд ли сможет оказать серьезное влияние на поведение рынка нефти но все-таки если вспомнить прошлую неделю был отклик положительный для котировок когда стало известно что запасы а в штатах резко снизились и мы интерпретировали этот отчет как подтверждение того что спрос на американском внутреннем рынке остается довольно таки высоким сегодня ожидают тоже что запасы скорее всего снизится как и сырой нефти так и нефти продуктов соответственно для котировок к бренда сейчас они в районе 108 46 долларов за баррель это потенциально позитивный фундаментальный фактор который может поспособствовать возвращению цен в район 110 долларов за баррель что касается теперь конкретно тех инструментов за которыми мы следили давайте начнем с рынка нефти 108 46 в моменте котировки напомню друзья то что если оценить общее движение нефтяного рынка в рамках этой недели то в начале недели очевидно на рынке доминировали продавцы а в понедельник оцены просели почти на 8 процентов что стало реакцией трейдеров нормальная реакция признаю на ухудшение эпидемиологического фона в китае где власти вынуждены были из-за роста числа заболевших вести полномасштабный локдаун шанхае соответственно в изоляции оказались почти 25 миллионов человек ограничения будут водиться поэтапно с разницей в несколько дней но уже очевидно что в совокупности за последние три недели под карантином оказалось почти 45 миллионов китайцев причем регионально сейчас в локдауне много промышленных центров поэтому актуальными безусловно являются опасения что если эти ограничения затянутся то в конечном счете отразится на экономической активности этих регионов и соответственно приведет к снижению спроса на угли водорода это фактор который бьет по котировкам но в то же время сейчас каких-то прям стопроцентно данных сведений на которые можно было положиться относительно того как эта ситуация с локдаун влияет на спрос нету но я видел опять же отчет в том числе вот и на блумберге когда комментировали эту ситуацию ожидается что снижение спроса вряд ли превысит больше чем на 800 тысяч баррелей если мы сравним с тем что в апреле ожидается из-за сохраняющегося энергетического кризиса реализации риска недопоставок российской нефти больше чем на 3 миллиона баррелей ну то есть обычная математика говорит о том что все-таки проблема падения спроса она не такая уж и серьезная сейчас чтобы мы забыли о прочем новостном фоне сфокусировались только лишь на ней считаю что теперь все а нефть обречена на снижение в район 190 и от ниже сейчас такого нету я даже скажу больше друзья что далее на этой неделе буквально уже завтра выйдет отчета по точнее состоится заседание опекка на котором будут обсуждать уровень нефтедобычи на май и вот это событие оно станет основным триггером для рынка черного золота для котировок бренда и WTI и я сторонник развития того сценария при котором бренд все-таки после этого заседания получит фундаментальную поддержку завершит эту неделю на ростом напомню что отношения между саудовской аравией да и в целом если говорить о регионе который призывает страна опек сейчас увеличить объем нефтедобычи чтобы тем самым снизить цены на топливо сша отношения между сша и саудовской аравии они не такие уж и простые если де-факто лидер опека плюс саудовская аравия все-таки пойдет на поводу сша и согласует либо будет настаивать на том что уровень нефтедобычи необходимо увеличить это будет довольно таки странно потому что с одной стороны это опять же поддержка позиции сша но при этом соединенные штаты америки сейчас пытаются договориться с и ираном и а иран это в свою очередь тот регион который поддерживает емельских уситов которые буквально на прошлой неделе как вы знаете взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты саудовской аравии сауди арам к компании то есть очень сложные отношения сейчас поэтому я практически уверен на девяносто девять и девять процентов что в этот четверг заседание опека завершится ровным счетом тем же чем и раньше встреча чай кальян и не боль и соответственно единственное о чем договорятся это пролонгирует прежние условия сделки о том что роста нефтедобычи в рамках ежемесячных как бы периодов будет не больше чем на 400 тысяч бар лета они достаточно чтобы решить проблему дефицита поэтому в отношении рынка нефти сторонник того что этот актив будет расти и соответственно увидим скоро локальный максимум что касается других финансовых активов индекс доллара друзья индекс американской валюты который рассматриваю это оценка поведение состояния доллара против шести прочих основных валют очень много запросов с вашей стороны относительно того что будет с рублем я уже их услышал друзья я понимаю поэтому специально для вас в ближайшие дни уделю рублю большую часть своего вот этого эфирного времени поэтому не пропускайте видео обязательно еще раз напоминаю подписывайтесь на канал только так вы не пропустите ни один новый видео файл контент который мы добавляем наш канал индекс американской валюты 9814 снизился с этих уровней которые мы наблюдали накануне и соответственно европейская валюта которая против доллара коррелирует с индексом американского доллара выросла в ходе вчерашней торговой сессии это не тот сценарий на который я рассчитывал но если мы будем говорить о бэкграунде фундаментальном который стал причиной ослабление позиции доллара и роста евро то вы наверняка знаете это первые наметки прогресса в переговорах между россией и украиной в общем по ситуации в восточной европе и я как и любой нормальный человек конечно же готов вам поступиться к каким-то результатам положительным и и прибылью по этим сделкам ради разрешения кризиса преодоление всех а спорных моментов ради дипломатического регулирования ситуации которая сложилась и в общем прекращение войны но в то же время хочу отметить что риски все-таки еще остаются поэтому не нужно сейчас сломя голову кидаться на покупку активов которые относятся к категории рисковых инструментов новостной фон еще крайне противоречивый поэтому я как бы опираясь на системные факторы по-прежнему призываю вас смотреть на фундаментальную основу это перспектива повышения ставки в сша это рост доходности американских облигаций это защитные свойства доллара поэтому обращайте внимание на индекс американской валюты используйте минимальные уровни для того чтобы зайти в более перспективные прибыльные сделки на долгосрок доллар иена 121 68 хочу предложить вам сделку buy stop с уровня 122 50 потому что буквально накануне банк японии анонсировал неограниченную по времени по объему программу количественного смягчения то есть когда мы видим что многие центральные банки уже стали ужесточать политику банк японии бьет все рекорды в плане удержания сохранения и ввода новых экономических стимулов это не просто контраст это условия при котором у пары доллар иена только один путь это движение выше и по мнению сити очень скоро мы увидим отметку 130 и за доллар золото 1923 филигранно мы сделали поддержку 1900 там 1890 как диапазон не обозначал ранее оттуда разворот и сейчас продолжаем расти все таки золото среднедолгосрочный это актив который заряжен на рост и если опустить даже геополитику например потенциальные скоро разрешение конфликтной ситуации в восточной европе золото будет выигрывать на фоне сохраняющихся инфляционных рисков об этом друзья не забывайте и американский фондовый рынок четыре тысячи шестьсот восемнадцать пунктов были вопросы по снп это как раз о уровне по этому индексу я рекомендую сделку целостоп с уровня четыре тысячи пятьсот пятьдесят пунктов потому что на данном этапе вы должны понимать американский фондовый рынок покупают на фоне максимальной за 50 лет инфляции на фоне ухудшения ситуации с ковидом в китае на фоне перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики высокой доходности американской облигации и так называемого понятия инверсии кривой доходности между краткосрочными и долгосрочными облигациями которая друзья по всем канонам экономической теории указывает на то что американская экономика очень скоро может оказаться в рецессии поэтому шорт здесь приоритете но с того уровня который обозначен друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошего торговой сессии всем пока